Там, гомосексуализм и так далее. Ну, может быть, в Москве это более толерантно, но вся остальная часть России, слава богу, она как была... Не оскотинилась до такой степени, да? Для них это уже не считается нормой. Ну, для нас это не может быть нормой, когда мужчина живет с мужчиной. Я очень часто слышу от православных, которые говорят, что быть геем – это выбор каждого. И это не зазорно и не осудительно. А как должен отвечать православный человек, когда поднимается эта тема? Никак. Он должен молчать и уходить. Что-то там, а там и говорить не о чем. Единственное, что я должен сказать, что гейство, не гейство – это не выбор человека. Человек рождается мальчиком или девочкой. Человек сотворен изначально мужчину и женщину сотворил их. И пол, по сути, как образ послушания. Потому что родившаяся девочка и получает вместе со своей женской природой, по сути, пол судьбы, если не больше. И родившийся мальчиком получает свою половину судьбы. Пол – это дар Божий и послушание. То есть это, по сути, такая резкая характерная черта, определяющая образ жизни человека. Образ его мышления, на самом деле, образ его поведения. Вот. Делать это выбором – это большая ошибка, которая ведет к полному расшатыванию внутреннего дома, человеческой души. И, боюсь, к непоправимым последствиям. Нет, почему же? Многие сейчас говорят, это личное дело каждого. И ты смотришь и думаешь, где ваш мозг? Это заболевание. Понимаете? Ну, просто это медицинский термин. Заболевание. Человек болен. Этот грех уничтожал народы. Великие вожди теряли свою силу. Но это самое великое, самое большое падение человека. Это ужасно, когда человек эту похоть распространяет на такого же, как он, на самого себя. Это принесет гнев Божий и погибель миру. И мир будет уничтожен очень быстро. Господь не просит этот грех и не сотворит нами, как Содома Мегамора. Это истина. Сегодня нужно еще потрудиться и поискать нормальных мужчин. Алан Даллас, руководитель Центрального разрядовательного управления Америки. Именно ему приписывают текст, называя этот текст завещанием Далласа. Ей-богу, не важно, кто его писал. Даллас, не Даллас. Все, что сказано в этом документе конца 50-х годов. Ведь все получилось. Мы будем всячески поддерживать так называемых художников, которые станут насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит, но таких людей мы превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Мир не сможет... Мир так не сможет устоять, потому что Господь его не так создавал. Очень быстро придет катастрофа. Потому что Богом установлено мужчине рожать с женой детей. Вот, а я не буду больше в подробности говорить, когда что там живут, как вот. Просто даже представить, я даже не знаю, это вырвет 10 раз человека, 15. А мне с этим человеком нужно рядом сидеть где-то и на его концерты ходят. Понимаете, на этих людей. Это уже ничего... Нет, я здесь, как бы в этом отношении мы, конечно, тоже очень сильно опустились. Но ничего, боже мой, сейчас выправим ситуацию. Сейчас гром грянет, все покаятся. В том числе, кстати, может и извращенцы станут покаяться и умрут с покаянием. У человека не 16 полов, и не 12, и не 25, потому что пытаются гендеры насчитывать. Столько гендеров нету, есть мужчина и женщина. Мир описывается, бинарным кодом описывается мир. Как все компьютеры работают на нуле и единице. Ноль и единиц. Не на одних нулях, не на одних единицах. Там не нужна больше ни тройка, ни пятерка, ни семерка, ни шестерка. Там нужно ноль и единица. Один, ноль, все. И при помощи одного и ноль работает вся техника мира. Цифровые коды работают. Также нужен мужчина и женщина. Вот все. Не нужно больше третьего пола, четвертого пола. Их просто нет. Они не нужны. Вот это все богатство мира описывается нулем и единицей. Мужем и женой. Так что здесь нет никакого выбора. Здесь нет никакого... Здесь нечего выбирать. Ты получаешь в готовом виде мир, в котором ты живешь, мать, от которой ты родился. Это слишком масштабные темы, чтобы на них отмахиваться. На них нужно либо предметно говорить, либо не говорить вообще. Поэтому я только одно. Я прореагирую только на то, что это выбор. Это не выбор. Это глупости. Вы не выбираете дышать вам жабрами или легкими. Вы дышите легким, потому что у вас нет жабер. А если вы себе пересаживаете жабры и хотите быть их теандром, то это не ваш личный выбор. Это какой-то... Вы просто больной человек. Ну и все. Ну вы, конечно, можете все изуродовать. Ну пожалуйста. Можете что-то себе отрезать, что-то пришить как бы. Но вы не выбираете количество ушей, например, количество глаз. Можете один глаз выколоть, если хотите. Но это ваш выбор, в принципе. Если это выбором называть. Но вообще-то мы рождаемся с двумя глазами, с одним сердцем. И так далее. Это человек, это антропология. Это наш вид, наш тип. Такими мы созданы. Поэтому здесь нет выбора. Родившийся мужчина должен вырасти в мужчину. Родившаяся женщина должна вырасти в женщину. Им еще пристает воспитаться и вырасти. А на этом пути кто-то хочет, какой-то крысолов какой-то, хочет их подловить, как бы, и испортить им путь, как бы, сбить их в сторону. Вот и все, что происходит. Но мы должны просто сказать простые слова. Что выбора здесь нет. Ты уже родился мужчиной. Теперь тебе нужно быть мужчиной. Все, больше ничего не стоит. Слава, ты еще не рано скажи, поэтому извините. Да. У нас еще старший есть. Да? Да. Сегодня даже малое пожертвование критически важно для наших детей. Мы можем делать много, если будем идти вместе. Я оставляю здесь карту. Также вы можете позвонить по этому телефону и лично привезти, отправить то, что необходимо для наших детей. Полный список здесь. Будет под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok